Значит, берем кофе, берем вот это одеяло, ну как, не одеяло, а покрывало, и едем в магазин Коска возвращать. Вот, сделаю это быстро, я думаю, что не должно быть очереди, потому что сегодня у нас будний день. Так, хотела показать, как у нас на улице. Ребят, на самом деле, становится лучше и лучше. Сегодня солнышко выглянуло, ну, все равно прохладненько, но, тем не менее, смотрите, видно, что уже весна. Забираем все и поехали. Кофе готов. Всем доброе утро, мои дорогие мальчики и девочки. Так, ну вы поняли, в общем, едем сдавать покрывало. Джон сказал, полотенце, полотенце, я говорю, ну, полотенце, значит, все, отдаем. Вот, привезут, какие красивые, я потом куплю. Значит, девочки, я знаю, я уже сто раз говорила и радовалась, но вот сегодня действительно радость, ну, для меня, во всяком случае, я уверена, что для тех, кто живет в Нью-Йорке, у кого дети. Все, прыгала там эта, мэр Нью-Йорка, скакала, и нифига у нее не получилось. В общем, с сегодняшнего дня все детки идут в школу без маски. Сегодня я первый раз увидела лицо нашего автобусника. То есть, вот вчера Дэвид пришел со школы, и я вам говорила, что у нас фолдер, ну, то есть папка такая, она вкладывает туда всю информацию. Ну, задания там, как Дэвид себя вел, я уже вам рассказывала. Вот, и там также было написано, что с завтрашнего дня ваш ребенок, вы можете ему надеть маску, если вы хотите, но надо будет ей написать или позвонить, но не важно. В общем, поставить ее в известность, чтобы она контролировала, чтобы ребенок носил маску. Или вы просто отправляете вашего ребеночка без маски. Минутка радости случилась, и действительно, и сегодня автобусник мне вот так вам махал рукой, потому что я Дэвида отправила без маски. Ну, в общем, это вот такая, как сказать, положительная ситуация у нас. Я знаю, что у вас, ребят, все без масок, детки, чему я очень рада. Я просто считаю, что это абсурд. Второй момент. Да, читала я комментарии к предыдущему видео, ребят. Понимаю, что, ну как, многим не нравится то, что я говорю, да, хотя я особо много-то и не говорю. Просто высказываю свою точку зрения. Вот. По поводу откровенного высказывания, да, здесь, на этом телевидении, да, свобода слова, ребят, это очень такое, как это, скользкое, да, название. Она свобода для того, чего хочется слышать, а для чего не хочется слышать, свободы нет. Поэтому девочки, которые вот тоже здесь же, да, они меня там все время критиковали, там две такие основные, я их заблокировала. Они, конечно, не сильно меня там, но постоянно, вот знаете, показывают, что Ирина, что ты там врешь, что ты там врешь, хотя я не понимаю, что я вру. И даже если вы говорите, что я вру, то так я, в чем проблема, заведите свой канал и говорите правду. Я же вам что, мешаю, что ли? Я говорю вот то, что у меня происходит, что меня касается, касается моей семьи, касается моей другой стороны жизни. То есть это все, что я говорю. Чего-то там выдумывать или придумывать, или наговаривать, как вы говорите, я не наговариваю. Как есть, так и говорю. Ну и так уж девочке, которая, ну уж очень там кричала, что Ира, что ты там не так говоришь. А я просто сейчас хочу ей задать вопрос. Вот вы идете на работу сейчас, да, здесь. И как вы себя чувствуете? Ну, я имею в виду к тому, что вы же из Р. Часть, что вы там приходите на работу и все вам там аплодисменты, не думаю. Абсолютно не думаю. Не хочу сказать, что надо стесняться и скрываться этого, но... Как? Дискомфорт есть. Еще один момент я хотела сказать. Не знаю, что-то все мне в голову так влезло, и я даже... Ну, сейчас, может быть, я поняла, почему. Ну, в общем, начну издалека. Я вам говорила, что мне всегда нравилась математика. Ну, не то чтобы я усердно этим занималась и как-то вот, знаете... Ну, просто она мне нравилась. Может быть, учительница была такая, что она была и требовательна, и в то же время, знаете, профессионал. Ну, мне так казалось. Либо я действительно так схватывала хорошо математику, что мне не надо было там приходить домой, учить там теоремы, доказывать. Я помню, что я приходила домой и уже на переменке делала домашку. Вот, потому что вот то, что я делала уже дома, я помню, у меня была проблема с этой... с литературой, там еще надо было сочинение писать, вот это вот все. То есть не то чтобы для меня была проблема, я просто человек такой думающий, да. Я, допустим, что-то делаю, и меня мысль вот может посетить какая-нибудь и увести. Ну, я думаю, у многих так бывает, да. То есть вот ты что-то делаешь, а тебя мысль какая-то раз и уводит в другом направлении. Так вот у меня такое часто бывает. Учительница была хорошая по математике, но не знаю почему, как-то относилась она ко мне так интересно, потому что вроде бы она и видела, что я, ну, как бы сильна в математике. Я, конечно, не gifted, как здесь говорят, одаренный там или там, как это, вундеркинд. Нет, вы что, я там не могу посчитать 3 миллиона 586 тысяч 95 десятых, там, прибавить или отнять там 325 тысяч. Нет, конечно же, я такое сделать не могу, но еще раз скажу, что математика давалась мне легко. Сейчас, может быть, для кого-то покажется, что я тут это совсем ку-ку, что-то говорю, тут вообще непонятно. Кстати, да, скажу вам так, что здесь это тренд быть немножечко с приветом. Это нормально, это даже, может быть, в каких-то моментах поощряется и даже приветствуется. Так вот, и сегодня что-то я так посмотрела, но я частенько так на бумаге, да, там что-то для себя делаю, наметочки, заметочки, там записочки, ну, мои дела, да. И я так поставила, вспомнила математику, что мы делали, ну, я не знаю, как сейчас, может быть, сейчас там что-то изменилось, ребят. Ну, раньше было как? В учебнике, допустим, надо было посчитать из пункта B в пункт C, там, допустим, выехал там кто-то, надо рассчитать скорость, время и расстояние. Помните? Ну, вот все наши задачки были вот как раз вот такие. Там, допустим, или он из B заехал в D, а потом из D он доехал до C наполовину, и скорость у него уже была другая. Ну, то есть, сами понимаете, вот этот вот механизм задачи для того, чтобы человек, ну, в частности, ребенок, да, который изучает предмет, думал и логически строил вот эту вот цепочку, почему оно вот так вот все получается. Так вот, и почему-то я так тут немножечко подумала. Оказывается, действительно, получается три буквы. Получается А, У и Р. Начальников смена была здесь. И опять же говорят о том, что для чего поставили сегодняшнего начальника. Например, вот вы спрашивали про моего мужа, да, тоже тяжело, и, да, смотрит. Вот, но он, ему не нравится начальник. Он говорит, что да, был бы другой, наверное, договорились бы. Что касается нас, да, вот, ну, нас, обычных, обычных людей, которые, ну, мы везде. Любого, да, кто эмигрировал, все ехали за лучшей жизнью, которую нам показывают. Вот, а когда мы приезжаем, лучше она не лучше, а у кого-то она получается лучше, а у кого-то не очень. Поэтому тут уже, знаете, у каждого своя вот эта вот позиция, да. Нельзя вот все это сравнять и сказать, нет, вот так и вот так, или там, допустим, нет, вот так и вот так. У всех все по-разному. Вот эта ситуация со сменой начальников, с масками, с ситуацией, она немножко какая-то взаимосвязанная. Ну, мне так кажется. И человек, который начальник здесь, его тоже называют, ну, как, что он говорит, сам не знает что, что он уже там наладан дышит. Ну, как бы, сами понимаете, то есть тут тоже непонятно, для чего тогда так упорно и рвано, рвяно, да, или как это сказать. Здесь тоже, да, ну, выбрали и все, и молчок. Ладно, мальчики мои, девочки мои, золотые мои хорошие. В общем, едем в магазин Коска отдавать этот покрывал. Так, ну, что, я приехала. Никому, но мне повезло прям. Ну, вот здесь происходит возврат товара. Все делается быстро, вообще без проблем. Деяло забрали в три секунды. Вообще. Причем я с карточкой Джона даже вообще ничего не сказала. Смотрите, какое вино. Ну, как, это шампанское брюд, да? Это же шампанское. Я, конечно, не разбираюсь в этих алкоголях. Ну, мне кажется, неплохое. Ну, и по цене было тоже неплохое. Есть, конечно, дороже там шампанское. Я просто прошла. Там просто это, ребята стояли. Ну, кто работает. Мне уже не хотелось, знаете, их там отодвигать. Дайте-ка мне снять, да? Вот, и, ребят, решила себе взять, смотрите, вот такое, как это, в качестве медицины, да, как это называется. Взяла красное вино, вот такое, органическое. Я помню, еще в России была. Я как бы красное не очень, честно скажу. Но у меня всегда понижены этот, как это, кровь, да, красные эти тела. Я помню, еще в России мне доктор говорила, что, Ира, тебе надо немножечко пить красного вина. Ну, в общем, взяла. Буду лечиться. Ну, я имею в виду, по чуть-чуть, да, там, допустим, может быть, к вечеру, там, ну, бокальчик со льдом. То есть, оно еще размешивается. Вот, так что вот такие дела. Значит, дальше, дальше. Сейчас я, ребят, на пол поставлю. Они молодцы, дают вот такие коробки. Пустые, то есть, в коробку складывают, и все, и между ними еще вот эти вот ставят. То есть, они, конечно, молодцы в этом плане, что, если у тебя ничего нету, да, ни пакета, ничего, они в коробку. Ну, я приехала. Короче, что хочу? Хочу положить в рюкзачок морковку. И, вы знаете, я все-таки решила шапку надеть, потому что... Так, что я не выключу все? Потому что я вам говорила, что я еще... Не пойму, я вот сегодня с утра, у меня как-то так получше чувствовала себя, но нос был заложен. Ну вот, я готова. Че, идем кормить оленей. Ой, ребят, хорошо. Как слышу, детки там, не знаю, открыли, что ли? Потому что там маленький мини-зоопарк. Я вот думаю, открыли его или нет. Если открыли, надо зайку тоже привезти. Да, открыто. Смотрите, все. Отлично. Так, а где животные? Здесь были эти козы или как они там, бараны. Вот они лежат. Слушайте, ну класс. Я не пойду туда дальше, потому что у меня другая миссия. Что у нас тут с рыбой? Все растаяло. Смотрите, вон она, рыба плавает. Дэвид очень переживал за рыбу. Говорил, мама, а что же с рыбой? Я говорю, да она спит. Видно, что грязный такой. Но я думаю, они почистят. Сейчас вот уже тепло будет и все. Так, ну ладно. А мы в путь. Сделала я большой круг. А теперь поднимаюсь наверх. Вот как раз туда, где олени живут. Я не знаю, они живут там или нет, но они постоянно там тусуются. Кстати, народу не очень много. Ну, потому что сегодня будний день. Все же работают. Вот, а так погода отличная. И вот когда поднимаешься на эту гору, становится намного теплее. Не знаю, тут вот удивительно как-то. Сейчас уже поднимусь. И все. Но для меня это очень хорошая зарядка. Да, я так рада, что скоро уже весна-весна и будет тепло. Там девочки писали, у кого-то уже почечки, листики там показываются. Да, самое хорошее время, да? Весна. Так, ну вот, я на горе. И сейчас мы пойдем вот туда вот. В тот лес, как раз где эти олени. Вижу я сегодня их или нет. Такой воздух здесь классный. Потому что вот сейчас уже начнутся сосновые деревья. Ну, и знаете, как сосны пахнут. Уже я чувствую этот запах. Жалею, что у нас сосна загнулась. Но, что поделаешь. Так, что-то я их пока не вижу. Ребята, олени не вижу. Может быть, я сегодня припозднилась. Обычно-то я как, рано утром прихожу. А здесь уже получается день-деньской. Так. Ой, хорошо-то как. Дышится так классно. Никого, девочки, мальчики. Ну, вы не переживайте. Здесь нормально. Здесь телефон ловит. Кьюрити здесь есть. Каких-то тут проблем никогда не было. Поэтому не думаю, что и со мной будет что-то. Так. Ну, вот в прошлый раз, ребят, я оставляла морковку вот здесь. Я вот думаю, может быть, поступить тем же образом. Потому что, ну как, если я одно место им намечу, они, может, и будут сюда приходить там. Да? Что думаете? Пока вот их не вижу. Ну, что, а мы оставим здесь. Я уверена, что не олени, так белки или там, я не знаю, зайцы. Кто тут? Они в любом случае съедят. Поэтому. Так, застряла морковка в пакете. Блин. Вот, оставляем здесь. А я продолжаю свой путь. Если, конечно, их увижу, я постараюсь снять. Так. Ну, что, ребят, я нагулялась. Олени, как вы видели, нам не удалось увидеть. Но ничего, я уверена, что морковку они обязательно съедят. Ну, или там какие-то другие животные. Значит, сколько у нас уже время? Сейчас, сейчас, сейчас. Два часа. Так, ну ладно. Все, ребят, поехала я домой. Надо будет уже к ужину готовить что-то. Вот. И зайенька уже скоро приедет со школы. Все, мои хорошие, все, мои любимые. Увидимся с вами завтра. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.